Я думаю, что любой конкурс – это хорошо, потому что выявляются новые таланты, дается возможность людям талантливым как-то себя проявить, куда-то потом дальше пойти. И это все, в принципе, все хорошо. Любые конкурсы, они всегда на благо. Что касается Евровидения, тут у меня особый спрос к этому, потому что мне очень нравится, когда нашу страну представляют порой талантливые певцы и певицы, но представляют они нашу страну, как вам сказать, стеснительно. Они вдруг поют, русские певцы или певицы вдруг поют на английском языке. Вот это меня огорчает, обижает, это меня возмущает. Почему? Ты представляешь Россию, великую державу, русский язык – это великий язык, на котором писали Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов и так далее. Это великий язык, на котором говорит великая нация. Почему ты едешь в Париж или еще куда-то и поешь на английском языке? Я ни разу не видел. Вот сейчас у меня на вечере в Кремле была Мирей Матье, великая французская певица. Она одну песню пела, мою песню, на русском языке. Она выучила специально, чтобы участвовать в этом концерте. Но я не представляю, чтобы юная Мирей Матье, которую я знаю очень давно, чтобы она поехала куда-то на конкурс и пела бы на английском языке или на русском. Она будет петь только на французском, потому что Франция ее родина. И я считаю, что когда ты едешь и представляешь Россию, ты должен петь или должна петь только на русском языке, потому что ты представляешь свою страну, ее искусство, ее будущее, ее прошлое, ее сегодняшний день и другого не дано. Что касается, и жил он себя или не жил, все зависит от организаторов. Они должны быть более строгими в отборе кандидатов. Тут надо, чтобы приезжали действительно талантовые люди, у которых перспективы есть. А не просто так покрасоваться, попрыгать, попеть и потанцевать.